За четыре месяца этого года в Бресте зарегистрировано 177 случаев острых кишечных инфекций. Из них основная часть вызвана ротовирусами и энтровирусами. Группой риска по-прежнему являются дети, особенно в возрасте до трёх лет, как посещающие, так и не посещающие детские дошкольные учреждения. Если у нас в предыдущие годы в этот период по Бресту и Брестскому району регистрировалось порядка 15-20 случаев, то в последние недели мы регистрируем 2-4 случая. Между тем, в последние месяцы в Бресте резко снизилась заболеваемость острыми кишечными инфекциями. Врачи поясняют, это было ожидаемо, ведь из-за непростой эпидемической ситуации люди стали чаще мыть и обрабатывать руки антисептическими средствами, тщательнее мыть продукты питания под проточной водой и избегать массовых контактов. Население в конце концов поняло, что мыть руки – это очень важно. В последнее время люди избегают массовых контактов. Это, конечно, сказалось на уровне заболеваемости кишечными инфекциями. Надо с собой всегда иметь влажные салфетки, спиртсодержащие. Купаясь, не заглатывать воду. Нельзя употреблять воду со случайных источников, только кипяченую или бутилированную воду. И соблюдая вот эти несложные правила, показывая пример, дети тоже будут следовать этим примерам. И надеюсь, что мы не допустим всплеска кишечных инфекций. Кишечные инфекции вызываются бактериями и вирусами. Также источником заболевания являются люди, больные и носители возбудителя, и животные. Кишечные инфекции поражают и желудочно-кишечный тракт, а зноб, высокая температура, боли в животе, рвота, диарея. При таких симптомах лучше показаться врачу. Но лучше помнить, что именно профилактика способна снизить риски любого заболевания до минимума. Нельзя одномоментно хранить в холодильнике совместно готовую продукцию, сырую продукцию. Выезжая на пикники, а таких сейчас фактов будет много, отдых на природе. Здесь особое внимание надо тоже уделять и правилам личной гигиени, и хранению пищевых продуктов. Не брать скоропощущиеся продукты. В планах профилактики такой кишечной инфекции, как сальмонеллез, важно достаточно термическая проводка тех же шашлыков, особенно из мяса птицы. Не пить сырые яйца. Это тоже очень важно.